Библейский портал экзегет.ру представляет 24-й псалом для библейского портала экзегет, читая перевод российского библейского общества, переводчик был Михаил Селезнёв. Господь – это царь славы, говорит нам предыдущий 23-й псалом, да и предыдущие 22-й, 21-й примерно о том же говорили. Господь – это правитель всего этого мира. И 23-й ставит вопрос, кто на гору Господню взойдёт, кто станет на месте его святом, и сам же отвечает. Тот, чьи руки невинны, кто сердцем чист, не уповал на пустое, не клялся ложно. А как таким стать? Как оказаться в числе людей, которые могут зайти на эту гору, то есть присутствуют при триумфе Бога? Вот 24-й псалом, мне кажется, отвечает ровно на этот вопрос. Псалом Давида, но мы уже не раз встречали это написание, связанное каким-то образом с царём Давидом. Это мог и он сказать, но можно сказать, глядя на него. Господи, я вручаю тебе мою жизнь, на тебя я надеюсь мой Бог. Пусть не постигнет меня позор, пусть не осилит враг. Кто доверился тебе, тех позор не ждёт, а позорятся отступники, останутся ни с чем. Я сейчас буду читать отрывками, да, мы обычно прочитаем целый псалом, но этот длинный. То есть он начинает почему-то с понятия позора. А что такое позор? Ну, оказался в общественном месте там, я знаю, не одетым. Или там начал что-то делать у всех на виду и совершенно всё испортил. Да, вот это ситуация позора. И вот смотрите, у нас предшествующий стих, предшествующий псалом показывает некий дворец Бога, вот некоторый такой царский приём, на котором, конечно, надо выглядеть прилично. Как не опозориться? Потом в Евангелии будет образ человека, вошедшего в небрачной одежде. Там свадьба роскошная, все в костюмах, женщины в шикарных платьях. Тут приходит какой-то рабочий в спецовке промасленный, да, ну, конечно, он опозорился. Вот так и здесь торжественный приём. И как не опозориться? Кто доверился тебе, тех позор не ждёт. Опозорятся отступники, останутся они ни с чем. Господь, укажи мне твои пути, твоим стезям научи меня. Веди меня дорогами правды твоей, научи меня следовать им. Ведь ты мой Бог, ты спасение моё, на тебя я надеюсь всегда. Свои милости вспомни, Господь, свою извечную доброту. Псаломопедец отвечает, да я не знаю как. Господь знает, просто нужно попробовать Ему довериться. Наверное, Он подскажет, Он поведёт, Он наставит, Он тебе даст возможность вступить в Его чертог в брачный, в достойный праздник одежды. А я не знаю, говорит псаломопедец. Вот это очень интересно. Люди глубоко верующие, как правило, всё знают, особенно про других, как им жить. А псаломопедец нет. Он говорит, что доверился Богу, тогда позор тебя не ждёт. А что значит доверился? Вот если я кому-то доверяюсь, я его не спрашиваю подробностей. Мы куда-то пошли, он меня отведёт в прекрасное место, мы чем-то занимаемся, он знает, как это сделать, я ему доверился. Я не пытаюсь самостоятельно устанавливать всё, что относится к этому нашему путешествию или к этому нашему занятию. Я просто ему доверяю, мы садимся в транспорт и ждём, что водитель нас отвезёт, куда мы его попросим, или куда маршрут назначен. Мы не лезем в кабину водителя, не кричим, здесь поворачивай, тут тормози, не забудь посмотреть на светофор. Мы ему доверяем. Вот Господь то же самое. Он куда-то нас привезёт, мы не понимаем, куда. И псаломопедец говорит, вот это единственный способ оказаться в брачной одежде. Вот это единственный способ прийти к нему на его торжественный царский приём и не быть оттуда вышвырнутым за безобразное поведение и недостойный внешний вид. И вот тут псаломопедец всё-таки вспоминает, что вообще-то вот было в жизни всякое. «Не вспоминай грехов моей юности, злых поступков моих, а вспомни свою доброту ко мне, ведь ты благ, Господь. Добрый Господь, справедлив Господь грешников, Он наставит на путь». Мы могли бы сказать, особенно после предшествующего псалма, помните, кто взойдёт на гору Господню, чьи руки невинны, ну и где же этот человек, покажите мне его. Точно каждый про себя скажет, ну если он честно будет отвечать на этот вопрос, ну точно не я. И вот здесь псаломопедец говорит, «Не вспоминая моих былых грехов, вспомни свою доброту». То есть Бога часто изображают мстительным таким карателем, который за малейший промах немедленно человека наказывает, ну или медленно в будущем накажет. А вот он говорит, ну ты же добр, ты же милостив, поэтому, пожалуйста, помни о своей доброте, а не о моих грехах. И грешников он наставит на путь. Но важнейшее условие, мы скажем, тут противоречие в предшествующих псалмах, сколько говорится о том, что грешник не войдёт. Да первый псалом начинается с того, что блажен муж, который и дальше целый перечень его возможных, скажем так, связей с грешниками. Ну уж, конечно, его ничего хорошего не ждёт. Но обратим внимание, что здесь сказано, кто доверился, даже если он грешник. То есть требуется не абсолютная чистота, которая, в принципе, невозможна, требуется доверие Богу. И тогда это доверие позволяет преодолевать вот это своё греховное наследие, своё греховное состояние. На дорогу правды направит бедняков, научит бедных путям своим. Вот потом из этого возникнет евангельское блаженное нищее духом. И всё время думаешь, а при чём здесь нищие, они что, лучше богатых, что ли? Да зачастую вовсе нет. Но здесь бедность понимается именно как отсутствие своего. Богатый человек, у которого всё в порядке, всё схвачено, всё своё. А нищий, бедный, тот, у которого своего ничего нет. И в этом смысле они доверяют Богу. Им остаётся только идти туда, куда он их позовёт. Пути Господня, вера и правда. Они для тех, кто хранит договор с ним и заповеди. Обратим внимание, не для тех, кто безгрешен, не для тех, кто никогда ничего другого не делал, а кто хранит договор, да, кто всё-таки остаётся в этих отношениях завета с Богом. «О Господь ради имени твоего, прости, грех мой, как бы ни был он велик. Если человек Господа боится, Бог покажет ему, какой путь избрать. В счастье пройдёт его жизнь, земля достанется потомкам его. Кто боится Господа, тем открывает он тайну, возвещает им свой договор». То есть, опять-таки, он говорит, да, я грешен, но прости, а главное – бояться и оставаться в этом договоре с Богом. Если грешить при этом, наверное, ни у кого не получилось. Но можно отказаться от договора, можно выйти из него, можно забыть о Боге, а можно всё же остаться в нём, даже в этом греховном состоянии. «Мои очи всегда обращены к Господу, он спасает ноги мои от селков». Ну, то есть, от ловушек, которые расставлены, неприметные какие-то, да. Вот сейчас у нас, наверное, охотой занимается мало кто, но мы прекрасно понимаем, что бывают ловушки юридические в договоре, да. Ловушки, связанные с дорожным движением, там слепые зоны. Вот вообще в жизни очень часто бывают эти селки, и Господь избавляет от тех ситуаций, где ты не видишь просто проблему, да, пока она непосредственно тебя не окоснулась. И дальше краткая молитва. Причём такая вот, она раскрывает смысл. «Господи, я вручаю тебе мою жизнь». Первая строка псалма. «Посмотри на меня и помилуй меня, ибо я беден и одинок. В горе сердцу моему дай простор, и стесни, и выведи меня. Посмотри на мои беды и несчастья, и прости все мои грехи. Посмотри, сколько врагов у меня, как люто они меня ненавидят. Сохрани мою жизнь, выручи, да не буду унижен из-за того, что ты был моей надеждой. Правота и непорочность защити от меня, на тебя вся надежда, Боже, избавь Израиля от всех несчастья его». Позвольте, какая правота и непорочность, если он только что несколько раз попросил о прощении грехов? Так он прав и непорочен, или он грешен и нуждается в прощении? Так одно другому не противоречит. То есть правота и непорочность, потом апостол Павел будет развивать эту мысль долго и подробно. Это то, что тоже даруется Богом, а не то, что человек добивается, знаете, как звание, мастер спорта или доктор наук. Человек долго работал, он получил такое звание по своим заслугам, и вот теперь он, то, что у него в документе указано. Это то, что Господь дает, и вот он, собственно, описал, как? Через доверие. В принципе, этот псалом – это краткое богословие апостола Павла в поэтической форме. Ну, это за тысячу лет или около того до появления апостола Павла. Ничего принципиально нового Павел не сказал, он просто это сопоставил и вывел какие-то вот знакомые нам формулировки про оправдание, про спасение верой, а не делами. Но здесь уже все это есть, вот что интересно. И одновременно молитва обо всем Израиле. «Божий избавь Израиль от всех несчастья его». То есть вот тут, что характерно как раз для Ветхого Завета, ну и тот же Павел периодически что-то подобное говорит, только очень неподробно, что судьба одного человека и судьба Израиля, как Божьего народа, они все очень тесно связаны. Ну и вот после того, как эта мольба о прощении прозвучала в 24-м, в псалме в 25-м, псалмопевец заговорит, как человек безгрешный, нам это будет немножко непривычно. Но мы его прочитаем в следующий раз.